Мастер-колорист в парикмахерском деле это отдельная профессия, поскольку окрашивание волос это сложный и химический, и эстетический процесс. Настоящие мастера-колористы учатся годами, годами практикуются, чтобы достичь совершенства в своей работе. И в нашем сегодняшнем бьюти-исследовании мне хотелось бы показать, что за этим стоит, почему это так сложно, почему это так недешево, как может кому-то показаться. И вообще, кто они такие, мастера-колористы высокого уровня. За последние десятилетия все круто поменялось и в жизни, и в моде, и в парикмахерском искусстве. Когда я заканчивала школу, первый мой поступок был на выпускной, это отрезать все волосы, сделать химию и стать блондинкой. Раньше, насколько я помню, это была только знаменитая Академия Долореса, куда все хотели попасть. И оттуда действительно выходили очень сильные специалисты. Был курс, я помню, по прическам большой, также по колористике, по стрижкам. То есть это все было дробно. И тогда еще на тот момент были парикмахеры и давалась разрядность. Третий разряд, четвертый разряд, да, модельер. Сейчас есть выбор, я могу пойти в эту Академию, могу поехать в Европу где-то обучаться. Профессиональное обучение, именно многоступенчатое, или они более точные, более тонкие и более глубокие. Где ты начинаешь с АЗОВ, когда ты идешь вначале учиться, да, тебе говорят, вот так надо. Ну и ты делаешь вот так. Чтобы сделать что-то новое, нужно нарушить правила, которые тебе задают. В наш век любое образование требует постоянного обновления знаний. Тех, кто работает в индустрии красоты, это касается в первую очередь. Четвертую ступень ты можешь пойти только тогда, когда придешь все три. Нужно именно последнюю четвертую ступень пройти, потому что она самая сложная. Первая ступень это разбор колористики на картах колористических. Вроде бы ты это все знаешь, но тебе ее по-новому как бы дают, да, где ты можешь соединять, не соединять, убирать, добавлять. Где ты, в принципе, можешь, взяв красные оттенки, обыграв пигментами, дополнив чем-то, ты можешь сделать роскошный, красивый шоколадный цвет. Хотя основа будет красная. С каждой ступенью это усложняется. Внедряются уже новые модные техники окрашиваний. Очень большой момент окрашивания именно сединой. Потому что от седины никуда не уйти. Седина сейчас появляется очень рано. Не все хотят привязываться к окрашиванию делать каждые две недели, каждые три недели. Создаются такие красители, которые камуфлируют едино. Техники, которые обыгрывают едино. Где-то можно расцветлить, где-то можно, наоборот, добавить цвета, но не прокрашивая, например, полностью 100% корень. Если у тебя есть определенная техника, ты можешь укладкой играть в свое украшивание и будет смотреться великолепно. И четвертая ступень, самая последняя, где ты получил все знания, навыки с трех ступеней, где создаешь сам коллекцию цвета, форму, технику окрашивания. И вот тем самым я внедряю свои оттенки, свои формулы и защищаю работу уже на итоге. В отличие от просто парикмахера, который умеет красить волосы, специалист международного уровня может сам создавать оттенки и схемы, интегрировать в свои знания модные тенденции, трансформировать их персонально под каждого клиента. Есть шаблонные работы, которые просто можно покрасить в корешки, в лучшем случае еще протонировать для блеска, для сочности цвета. То смотришь на волосы, да, вроде бы все то, но вот как-то не модно или как-то не современно. Либо цвета какие-то, ну просто эффект парика, есть цвет, он просто вот такой монохромный, то есть у него нет переливов, нету каких-то там игры цвета. Этому всему нужно учиться, потому что технологии меняются, препараты меняются, системы меняются, техники меняются. Если мы хотим все-таки индивидуальность, нужна хорошая полноценная диагностика. Всегда самое главное это сначала проанализировать, какой он по состоянию сухой, пористый, как клиентка носит. Конечно, все вот эти нюансы нужно учитывать и подходить индивидуально. Тогда мы можем применить все свои знания, опыт и современные тренды. Я пробовала это делать и в Испании, процедуры окрашивания, ухода, и в Германии, ну в разных совершенно странах и в разных городах. И выбрала для себя время, чтобы раз в месяц обязательно появляться в руках у Дениса, потому что от этого зависит качество, от этого зависит внешний вид. Наши салонные уходы, наши салонные процедуры, наше окрашивание, наша колористика всегда вызывает восхищение, восторг, по крайней мере комплименты у женщин зарубежных, любых стран, потому что это высокого качества. Правильное дорогостоящее окрашивание можно носить несколько месяцев. При этом рисунок плавно сливается с отросшими корнями и не нужно каждые две недели бегать в салон. А еще топовый колорист умеет с помощью оттенков создавать блики и объемы, чтобы прическа подчеркивала овал лица, цвет глаз, а волосы визуально выглядели густыми и роскошными. Возрастной это волос, либо в принципе его мало. Есть такие техники, когда мы можем обыграть так, что в накрутке или просто в укладке это будет смотреться реально очень объемный волос, не прибегая на наращивание и прикрепление каких-то прядей. Есть тоже такие техники, когда препараты, где мы можем обыграть едино, о какой толщине прядей будут светлыми, как они будут расположены, где мы будем добавлять наоборот цвет, чтобы обыграть именно рельеф рисунок, именно окрашивание. Тема окрашивания всегда связана с сохранением качества волос, ведь все-таки это химический процесс, вмешательство в природную структуру. И чем чаще это происходит, тем сложнее мастеру создавать нужный оттенок. Есть остаточные элементы окрашивания, есть бытовой краситель, сухой волос, который может быстро уйти в какой-то пигмент, эффект затемнения, эффект оседания. Нежаловательную сторону может уйти в серую, если это, например, будет тонироваться какими-то холодными тонами. То есть очень много тонкостей. Есть такое понятие, что у профессионалов краска краску не красит, так оно и есть. Мы не имеем права говорить, что ой, у вас там что-то вам там сделали некрасиво, я сейчас вам сделаю такую красоту. Или никогда нельзя говорить, сейчас я вам 100% даю гарантии, что вам сейчас вот будет все. Потому что на 100% никто не знает и не понимает, как оно может получиться. Можно что окрашивание разбить на несколько этапов, либо оно затянуться там, например, несколько часов, чтобы это было и красиво, и в первую очередь тоже не потерять качество волоса, чтобы все-таки клиент ушел с окрашиванием, а не с короткой длиной, которая осталась после какого-то осветления. Самым, пожалуй, хлопотным в исполнении и поддержании считается окрашивание в светлые оттенки. Любая блондинка подтвердит, чего это стоит быть мечтой джентльменов. Чистота цвета, роскоши, сложности – это, конечно, блонд. Клиентка-блондинка, она более требовательная. Европа, Америка, они всегда любили природные теплые оттенки, и обыгрывая прядями более светлыми, они создавали вот эти очень красивые нюансы. У лица, по кончикам, да, выгоревшие какие-то либо рассветления у лица, чтобы добавляло эффект свежести. Блонд – это, конечно, очень красиво, очень затратно, и очень должно быть всегда изысканно и красиво эстетически, потому что любые нюансы, как отрастание корней, конечно, они сразу внешне отражаются. И очень хорошо, что это происходит всегда в одинаковых руках мастера. Ты прекрасно понимаешь, что очень быстро можно сделать то качество, тот имидж, тот образ, тот люк, с которым ты уже привык. Можно, конечно, сделать красивый медовый тон, глубокий на корне, да, и обыграв его какими-то прядями, элементами, растяжками, уйти к рассветлению по длине. Она получится очень красивая, с глубоким тоном у корней, с светлыми прядями, с золотистыми, более мягкими полутонами по длине. И это все смотрится в целом очень красиво, то есть она не просто блондинка выкрашенная там, там, желтая, либо белая, да, ну, как эффект парика, который вот цвет, он такой, одинаковый от корня до кончика. Долгое время колористы и технологи представляли миру идеальные схемы естественного окрашивания. В последние сезоны индустрия переключилась на эксперименты с яркими цветами. Сейчас как раз тенденция направления идет на цвет. Категория клиентов, которые есть, максимально естественно, максимально, чтобы это было не вычурно, не заметно, чтобы было лайтово, красиво, ухоженно. Цвет, он нужен и важен. Даже те клиентки, которые классическая блондинка, которая хочет быть просто блондинкой, она уже даже экспериментирует с добавлением розовых, персиковых прядей, с углублением корня, чуть-чуть понасыщеннее, да, идет, с добавлением действительно ярких прядей. То есть сейчас все-таки цвет вошел в моду и креативность добавляется даже в классические формы и в классическую клиентку. Я человек творческий, поэтому я легко иду на все любые перемены, в колористике, в окрашивании, в нюансах. Это очень много ведь оттенков может быть у блонда, да, мы же не говорим только о стиле Марлин Монро. Это всегда очень аккуратно, очень нежно вплетается в образ. Никогда нет радикальных таких вещей, которые бы совершенно твою индивидуальность закрывали, выбивали тебя, да. Вот, вот на основе этого какая-то есть классика, есть такой модерн, который дают всегда свежее решение. Колористы высокого уровня, редкие специалисты даже на нашем перенасыщенном рынке парикмахерских услуг. Сложное обучение, годы практики, постоянно меняющиеся тренды. Чтобы разбираться в этом, нужно обладать талантом. Ну и, конечно же, безгранично любить свое дело. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!